Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Тэмпл и руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. «Меч Духа» — это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, плечных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа» — это школа служения в Слове и в Духе. Мы с вами рассматриваем учения Иисуса в Нагорной проповеди. Мы говорим о том, как Иисус дает нам свои инструкции, объясняя нам, как жить в Его Царстве, когда мы подчиняемся Божьему правлению, какими быть людьми нам, наш характер, как нам жить ежедневно. Его учение очень практично, потому что Иисус, благодаря тем принципам, которые Он дает нас, ведет нас в ежедневной жизни. Это не новый закон, который мы должны соблюдать, так как будто бы это просто вопрос установления каких-то правил, постановлений. Если мы будем эти правила соблюдать, тогда с нами все будет хорошо. Но таким образом у нас возникает вопрос, а что насчет закона Моисея? Нужно ли нам соблюдать закон Моисея? Применим ли он к нам сегодня? Так ли нам жить сегодня в Царстве Божьем? Иисус говорит, нет, я исполнил. Весь закон вам не нужно больше думать про это. Я все это исполнил за вас. Но я хочу, чтобы праведность проявлялась в вашей жизни, которая была бы более высокого стандарта, была бы более глубокой, более радикальной, чем все, что вы когда-либо ранее слышали. Иисус это объясняет. Он говорит, что грех убийства – это не только вопрос того, что ты физически кого-то убил. Это также относится к гневу в твоем сердце. Он учит нас, как нам поступать и разбираться. Грех пролюбодеяния – это не только вопрос каких-то отношений вне брака. Это больше. Он говорит, что это вопрос похоти в твоем сердце. Иисус говорит, разберись с этой похотью в своем сердце. Будь чистым изнутри. Он дальше продолжает и объясняет, как нам нужно относиться к врагам, и как вообще нам разбираться с разными проблематичными моментами в жизни. И сегодня мы посмотрим на его учение, где он говорит, как нам нужно говорить истину. И он в водной части говорит, что были такие системы, когда люди произносили клятвы. Вот в те дни многие люди, они определяли уровень правдивости на основании различного уровня клятвы. Например, если кто-то говорил, я говорю правду, клянусь золотом храма, тогда это было очень большое обязательство. Но если они такие серьезные клятвы не произносили, можно было бы рассказать половину истины, иногда даже совершенную ложь можно было бы рассказать. Поэтому Иисус говорит, когда ты говоришь, пусть да, твое будет да, твое нет, пусть будет нет. Если кто-то живет в Царстве Божьем, жизнь такого человека должна быть открытой книгой. Слова такого человека должны быть достойными уважения, надежными, правдивыми, без того, чтобы какие-то клятвы произносить. Клянусь этим, клянусь тем, чтобы сказать, теперь ты знаешь, что я сказал правду. Кто-то, кто является учеником Иисуса, он должен ходить в истине, жить в истине и говорить истину. Но Иисус помогает нам разобраться и понять важность правдивости и истины в Царстве Божьем. Я считаю, что это очень важная тема, потому что в нашем мире сегодня есть так много лжи, и многие люди говорят неправду, но Иисус хочет вести нас в жизнь открытости и правдивости. Итак, Он говорит, ходите в истине, говорите истину и говорите истину. И если бы больше людей в мире жило так, наш мир был намного, намного бы лучше, в котором мы живем. Поэтому я молюсь, что когда вы будете слушать и смотреть это учение, сегодня слушайте инструкции Иисуса, и пусть ваша жизнь наполняется истиной. Здравствуйте, добро пожаловать на наше библейское занятие «Меч Духа». Наша тема «Царство Божие» или, скажем так, «Правление Божие». На прошлом занятии мы очень интенсивно рассматривали эту тему «Правление Бога». Мы говорили о том, как Иисус объясняет закон Ветхого Завета, закон Моисея. Он очень радикально ведет этот закон еще глубже и показывает намного более высокий уровень праведности, праведность, которая превосходит праведность книжников-фарисеев. Он берет пример из Ветхого Завета, показывает, что книжники его дня сделали с этими заповедями, чтобы доказать свою мысль. Он говорит, вы слышали, как сказано было вам? А я говорю вам. И он откладывает в сторону закон, интерпретацию закона книжников, и говорит о сути закона, и говорит о более высокой праведности. Он, например, говорит о теме гнева. Он говорит об этом в отношении сексуальных грехов. Он делает то же самое в отношении истины. Об этом поговорим сейчас. Правда и истина. Матфея 5 глава, 33 до 37 стиха. Еще услышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног, его ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, а нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Итак, конечно, в Ветхом Завете были различные клятвы, которые люди произносили, и получается, закон побуждал тебя произносить такие клятвы или обеты перед Господом. Но Иисус откладывает в сторону это требование. Вы слышали, как было сказано, а я вам говорю. И Он утверждает такую легальную или законную позицию. Не клянитесь ложно, не нарушайте клятвы, но исполняйте свои клятвы перед Господом. Кое-что Он здесь хочет показать. Когда книжники произносили эти последние слова Господу, это значило, что это были единственные клятвы, которые они были обязаны исполнить. То есть, если произносил клятву перед Господом или обет Господу, ты должен был соблюсти его. А если ты какую-то другую клятву произносил, может быть, поклялся этим или чем-то другим, то тогда эти клятвы имели менее обязующую суть. Как будто такая целая иерархия была различного уровня клятв или обетов, и в различной степени ты был обязан их соблюдать. Где-то больше, где-то меньше. Но Иисус говорит, что это от лукавого такая вот вся система. Поэтому Он отбрасывает всю эту систему произношения клятв и обетов в том виде, в котором она была разработана в первом веке вот этими людьми. И Он говорит, что все, что сверх этого от лука, вы видите, правление Иисуса, оно более радикально, чем закон, шире в практическом применении. Он говорит, ваше да пусть будет да, ваше нет пусть будет нет. Тебе не нужно говорить тут, добавляясь, я обещаю, что я говорю правду, или я клянусь, что говорю правду, ну, чтобы убедить людей, что ты сказал правду. Если ты говоришь что-то в Божьем Царстве, это значит истина. Иначе не говори этого. Если ты сказал да, это значит, ты говоришь истину. Если ты ответил нет, значит, это правда. И твое да это означает да, а твое нет означает нет. Это что еще означает, что нужно следить, что ты говоришь. Чтобы вы не думали, ну, я сейчас скажу половину правды, или, как мы говорим, это моя белая оправданная ложь. Я немножко, немножко вот так вот эту истину согнул, Согнул, и я немножко так сэкономил на истине. Нет, все это Иисус осуждает, потому что он говорит, вы слышали, вам было сказано, не приступай клятвы перед Господом, а я говорю вам, пусть ваше да будет да, а ваше нет будет нет. Настоящая правдивость. Так печально, сейчас этого не хватает среди верующих. В большой мере у нас больше нет вот такой идеи, что наше слово, оно нас обезует. Мы думаем, что это что-то такое старомодное, это кодекс поведения старомодный, но может быть в армии, в британской армии, там они соблюдают этот кодекс чести. Но я скажу вам, друзья, твоя истина, слово, твоих уст должно быть истинной и правдой. Мы служим Богу истиной, Бог ненавидит. Ложь, это мерзость для него, никогда не лги, никогда не обманывай. А если ты лжешь, то это грех. Проси у Бога простить тебя. Он не запрещает вообще произношение клятв. Вы знаете, что сам Бог, Он клянется или обещает что-то, и мы можем быть призваны Иисусом подчиниться вот такой клятве. Например, когда Он стоял на суде перед Пилатом, перед первосвященником и так далее, Иисус был под клятвой. Но мы также знаем, это Якова 5 глава и 12 стих, что стандарт, который показал Иисус, Его придерживалась первая церковь. Но прежде всего, братья мои, не клянитесь ни обо мне, землей, ни какую другую клятву, но да будет у вас да, да и нет. Нет, дабы вам не подпасть осуждение. Якова 5.12. Яков берет это учение Иисуса и показывает, и применяет его к нашей жизни прямо сейчас. Далее нужно рассмотреть на следующий раздел. Здесь мы говорим о разных правах. Матфея 5 глава, с 38 стиха по 42. Вы слышали, что сказано. Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, злому человеку, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и в другую. Кто захочет судиться с тобой взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одну поприще, или одну милю, иди с ним два, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Итак, здесь Иисус прямо вот обращается к центральным таким моментам, где мы чувствуем, что у нас есть право, и это нам причитается. Знаете, да, под законом есть защита прав каждого отдельного человека, особенно говоря о гражданском обществе. Нет ничего плохого. Для нас, если кто-то у нас что-то украл, нет ничего плохого, чтобы поймать этих преступников и наказать их. То, что они совершили, это преступление. Но Иисус здесь не говорит о преступлениях, о мире преступников. Он говорит о твоем личном мире, о твоей жизни, о том, что ты хочешь взять как свое право этого человека. Я скажу тебе, неважно, что там они сделают, когда тебя посадят в тюрьму, ну давай я сейчас сам отомщу этому человеку и научу их больше так не поступать. Нет, это личное мщение. Похоже, что то, что книжники и фарисеи делали, они взяли эти правила Моисея и использовали, и учили тому, чтобы использовать для своей личной какой-то выгоды. Иисус говорит в законе, да, глаз за глаз, зуб за зуб, а я вам говорю, не мстите, не отвечайте злом. Он не говорит здесь о преступлениях и наказании закона. Он говорит о личном отомщении. Не нужно ударять в ответ. Не надо искать мщение, возможность отомстить тем, кто обидел вас. И если мы будем эгоистично настаивать на таких правах, мы будем нарушать правила, принципы царствия. С другой стороны, жить под Божьим правлением означает, что ты не держишься за свои права. Мир с ума сходит насчет прав. Право на это, право на то, протесты, чтобы вот эти вот эти права, права получить. Но мир не так много говорит о наших обязанностях, как о правах. Я не предполагаю, чтобы мы были, знаете, ковриками, которые все ноги вытирают. Мы можем говорить о правах миноритарных групп в стране, где их гонят и преследуют. Это правильно, это правосудие и это праведность. Есть большая разница между тем, когда мы встаем за такую истину, за такую праведность и за такие права. Большая разница. Или когда ты стоишь на своем праве отомстить, когда кто-то тебе где-то что-то сделал не так, и ты пытаешься как-то взять свое право под контроль. И, конечно, Библия очень ясно об этом говорит. С 39 по 42 стихе, Матфея 5 глава, Иисус говорит, не противься злому человеку, ударит тебя по одной щеке, подставь другую. Вот так ты преодолеваешь сопротивление. А если ты в ответ ударил, ты ухудшаешь ситуацию. Если кто-то хочет поддать на тебя в суд, дай им то, что они просят. И даже дай им больше. Он не говорит здесь о нарушении закона, о преступлениях. Он говорит здесь о твоем личном отношении. Будь щедрым, будь широкой душой. И прощай. Если кто-то вынуждает тебя одну милю пройти, иди две мили. Это был закон тех дней. Римский солдат мог остановить любого человека, гражданского, местного жителя, сказать, неси, неси мои доспехи, мое оборудование, одну миль. Но было против закона заставлять идти их две мили. А Иисус говорит, а неси, сделай это, еще одну милю понеси, и посмотри, как этот человек будет смотреть на тебя. А ты от какого царства? Потому что точно не от этого царства. Он удивится. И это то, что мы можем сделать в этом мире. Не чудесно ли это? Мы можем пойти дополнительно поприще, сделать то, что по закону требуется, но сделать больше этого. И тогда это будет свидетельством об Иисусе. Например, мне нравится римлянам 12 глава, 17 по 21 стих. Павел говорит, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, «Вне отмщение, я вас дам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горячий уголь. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Другими словами, люби своих врагов, и, может так, своди их с ума своим отношением. Разве тебя бы не свело это с ума, если бы раскаленные угли и тебе высыпали на голову. Да, Иисус говорит, приобретай своих врагов своим любящим поведением. И если твой враг никогда и никогда не раскается, и даже если твой враг никогда не изменится, все равно Бог воздаст. Потому что мщение в его руках. Я думаю, нам нужно написать об этом на обложке Библии, на сердце, на холодильнике написать. Это написать, это над каждым днем нашей жизни. Мщение в моих руках. Я воздам. Если ты пытаешься себя защитить и отомстить, ты теряешь свою награду на небесах, и Бог говорит, хочешь себя, а себе отомстить, давай вперед, делай. Тебя все равно толком это не получится, и ты никогда не получишь полное удовлетворение. Но и позволь Богу отомстить за тебя. Не пытайся себя оправдывать, защищать, ударять в ответ и отплачивать той же монеты. Некоторые люди говорят, вообще, я хочу рассчитаться, я хочу рассчитаться, чтобы поровну все было справедливо. Некоторые такие вот чудесный принцип, да, применяют в жизни. Представьте, если бы Бог так сказал, о, да я не злюсь, я просто пытаюсь как-то вот выровнять эту ситуацию по справедливости. Пэнк. Мы бы не выжили даже долю секунды. Некоторые говорят, я прощаю, но забыть не смогу. А прощение означает и забыть так же. Вы знали об этом? Я буду помнить их грехи и беззаконие. Я не буду помнить их грехи и беззаконие, говорит Бог. Разве это не значит, что это стирается с твоей памяти? Нет. Это значит, что в твоих отношениях с человеком больше ты это не вспоминаешь, и оно не считается. Как будто вот этих грехов и не было. Так, как Бог это делает. И, наконец, в следующем разделе, Матфея 5, Иисус подводит итоги всему закону, говоря о принципе любви. И опять же, в контрасте, чему их учили, и что говорил закон в Ветхом Завете. Матфея 5, глава 43 по 45 стих. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Добудите сынами Отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Конечно, мы нигде не прочитаем в Ветхом Завете, что нужно ненавидеть. В Левитом 19, 18, говорится, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Но похоже, что книжники, они взяли это и дальше углубили. И заметьте, как оно здесь указывается, «Ты не должен иметь злобы на сынов народа твоего». «Ты должен любить ближнего твоего, как самого себя». Но здесь он не говорит вообще о врагах, он говорит о ближних, о друзьях, говорит о нашем народе. Поэтому их мы можем любить, а других, кто снаружи, там, извне, чужих, можем ненавидеть. Но они, они же законники были, их сердце было ожесточено, они смотрели на внешние вещи, извратили закон Моисея и сделали его чем-то, чем он не являлся. Но Иисус поднял это выше даже, чем требования закона Моисеева. И он сказал, «Молитесь за тех, кто использует вас или пренебрегает, не мстите, молитесь, любите, благословляйте их». И дальше он устанавливает этот царский стандарт для тех, кто находится в его царстве. Поэтому, будьте совершенны, как отец ваш на небесах совершенен. Вот она, царская праведность, царская праведность, которая приходит в нашу жизнь. Это очень высокий стандарт. В некоторых местах Иисус более интенсивно даже устанавливает закон. В других местах он модифицирует, меняет закон и устанавливает более высокий, даже не закон, а стандарт. Он указывает на свой авторитет и власть выше закона и добавляет еще внутренний аспект к закону. Во всем этом он говорит, «Будь как Бог, будь похожим на Него, соответствуя этой сути того, кем Бог является». И Матфея 7, глава 12, это стих чудесные итоги он подводит. Он говорит, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Другими словами, это жизнь любви, это совершенство любви, когда наши жизни ориентированы на других, защищать их интересы, делать то, что хорошо для них. Вот с этого момента и дальше в своей проповеди учение Иисуса иллюстрирует вот эту совершенную, универсальную, поглощающую любовь, применимую ко всем, которая является характеристикой тех, которые живут под Божьим правлением в Его Царстве. И именно вот к такой праведности мы сейчас обращаемся. Мы с вами будем рассматривать благословение Божье вот таким образом. Далее, это уже шестой раздел. Иисус здесь отводит свое внимание от темы общей праведности, в тех примерах, которые Он давал, говоря о том, что нам нужно жить своей жизнью вот так, в общих чертах. И здесь Он начинает говорить о двух конкретных способах, как мы призваны жить. Я немножко как бы вот не могу подобрать слова здесь, потому что мне хотелось бы различить здесь вот то, что Иисус называет делами милости, благотворительности, делами праведности, ну, как некоторые люди говорят, или как это переведено в некоторых переводах Библии, отличить это, различить это от всей жизни, которая находится дальше, то есть снаружи от этого, снаружи того, что конкретно религиозным является. То есть, конечно, мне эта формулировка не нравится. Мне нравится говорить, вот Иисус показал, как жить духовной жизнью, а вот как жить физической жизнью. потому что, если ее жить перед Богом, она тоже духовная жизнь. Мне не нравятся вот такие слова, когда мы различаем вот это, твои религиозные поступки, обязательства или обязанности, потому что вся твоя жизнь, ее нужно жить в ощущении личных отношений с Богом. Но есть некоторые поступки, которые мы призваны, деяния праведности, которые конкретно ориентированы и сознательно направлены на духовные аспекты нашей жизни, например, молитва, пост, пожертвование или даяния. И вот здесь Иисус уделяет им свое внимание таким образом. Поэтому я немножко недоволен своим заголовком, как я все-таки назвал это, духовная жизнь в Божьем Царстве. Иисус начал с нашего отношения, дальше Он поговорил о реакции мира на это отношение в нашей жизни как верующих. Затем Он говорил о нашем отношении с миром, взаимодействии, как вообще нам обращаться с этим миром. И дальше Он дает конкретное практическое применение. Что это значит? Жить под Божьим правлением. И теперь Он начинает новый раздел и говорит о том, как нам жить в этом мире, потому что мы все еще в мире находимся. И это не те религиозные дела, которые выводят нас из этого мира. Мы не закрываемся. Нет, мы живем в этом мире. Но Бог, Он смотрит на нашу жизнь своими глазами. Он испытывает и проверяет твою духовную жизнь. Конечно, всю жизнь твою Он испытывает. Но есть три вещи, которые Иисус подчеркивает здесь, которые особый интерес предоставляют для Бога, потому что это поступки религиозного характера имеются в виду те вещи, которые выражают нашу веру. Так, как мы и ожидаем это увидеть у людей, которые служат Богу и выражают свою веру. И Он говорит, живи под оком Божьим. Мы видим это постоянно, эту фразу. Отец Небесный видит тебя. Мы живем под взглядом непрерывным Бога. Это примерно то же самое, что жить под Божьим правлением, то есть полностью подчиниться Ему, во всем полагаться на Него. Это значит, что Он смотрит на нас всегда, в любое время, а мы смотрим на Него, полагаясь на Него. У нас постоянно контакт визуальный с нашим Небесным Отцом во все времена. И это очень важная дисциплина. Итак, Матфея 5 глава, здесь Он расписал характер учеников, описал, как навести себя в обществе, какие стандарты, по которым Он ожидает, что мы жили. Теперь в 6 главе Матфея Он дает нам картину учеников, которые живут в Царстве Божьем, в этом мире, подчеркивая постоянно, что мы живем в присутствии Бога под Его всевидящим оком. Итак, доминирующая главная тема этой главы, 6-ой, это наши личные отношения с Отцом в процессе того, как мы живем под Божьим правлением. И будет вот целая книга нашего, нашей серии Меч Духа и целая серия занятий, семинаров на тему Отца. И вы увидите, вы послушаете, как познавать Отца, и мы коснемся этого, когда у нас будет эта тема. Но в начале поговорим о Нагорной проповеди. Во-первых, в 6 главе с 1 по 18 стихи здесь Иисус, как я называю, это говорит о нашей духовной жизни, о духовных аспектах. Дальше, с 19 по 34 стихи здесь Он ставит акцент на нашей обычной ежедневной жизни. Вы видите, моя формулировка не сильно качественная, но все-таки я не смог подобрать лучших слов, чтобы выразить эту тему сегодня. Итак, Божье Царство не относится к одной из этих двух сфер. Божье Царство относится к этим обеим сферам, потому что Божье правление, оно актуально для каждой сферы нашей жизни. Давайте посмотрим на эти принципы. Принципы духовности в Божьем Царстве. Это значит, наши жизни, мы живем их постоянно открыто, когда мы открываем все перед Господом, особенно когда мы молимся, особенно когда мы даем им своего имущества по воле Божьей, особенно когда мы постимся. Иисус подчеркивает эти три вещи, потому что в этом отношении мы сильно искушаем, и чтобы хвастаться своей праведности, чтобы забыть о своей бедности в духе, чтобы сделать шоу из своей духовности. Я называю это духовность на показ или духовность как шоу. Посмотрите, посмотрите скорее, я молюсь, вот какой я. Вот такое отношение, оно присутствует у каждого из нас. Конечно, конечно, мы оставили эту мысль, чтобы прям, ну совсем вот на показ привлекать внимание к своей духовности, но оно может произойти так легко в разговоре, когда мы опускаем других людей. Например, а что Бог тебе сегодня сказал в твое время молитвы сегодня утром? И этим ты говоришь, ну, я провел свое время общения с Господом, а что насчет тебя? О, я пропустил свое время. О, 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 какой ты. И мы такие мастера, мы, искусство этого духовного такого унижения, мы овладели им как вообще профессионалы. Послушай такой разговор и слушай, что говоришь ты до конца этого дня, до конца этой недели. Я надеюсь, что у тебя достаточно будет самоконтроля. чтобы хотя бы в течение одного дня понаблюдать за этим. Слушай, как разговаривают другие люди, послушай, где кто кого духовно вот так вот опускает, потому что, когда мы начинаем кого-то опускать, мы пытаемся жить под законом. Это наши законнические стандарты, и мы этим говорим, это моя праведность. Посмотри, какой я праведный. Опять же, пытаемся свою праведность усилить, а это лицемерие. Есть такая тенденция внутри каждого из нас. Я знаю, что у меня это есть, и у каждого христианина, которого я когда-либо встречал. Наша тенденция, нам нужно ее искоренять. И вот, смотрите, как Иисус подводит итоги Матфея 6 главы в 1 стихе. Он говорит, смотрите, не творите милостыни, или буквально поступков праведности, он говорит. То есть, есть конкретные поступки, которые относятся к этой категории. Он говорит, следите, чтобы не творить своих поступков праведности перед людьми, чтобы они видели вас, иначе вам не будет награды от Отца вашего Небесного. Есть благочестивый баланс в этом начале, как будто это противоречит тому, что он в Матфея 5.16 сказал. Помните, тогда светит свет вас перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, чтобы они могли прославить Отца Небесного. А здесь он говорит, не надо делать это. Пусть они как будто бы не видят этого. То есть, делай это так, чтобы они не видели. Он не противоречит себе ни в коей мере. То, что он в Матфея 5.16 сказал, здесь говорится, пусть светит этот свет добрых дел, нашему свидетельству, пусть он сияет, чтобы люди видели и прославляли Отца Небесного. Здесь он говорит, следите, чтобы вы не делали это таким образом, чтобы слава досталась вам. То есть, не делай это так, чтобы люди увидели, обратили внимание. Здесь мотив очень важен. Опять же, я хочу сказать, нельзя взять слова Иисуса и толковать их легалистично, то есть, по закону. Нельзя толковать их по закону. Здесь он говорит об отношении сердца, мотивации сердца, мы призваны жить так, что когда люди смотрят на нас, видят, что мы делаем, чтобы они воздавали славу Богу, а не нам. Здесь есть два противоположных искушения, которые являются частью одной и той же проблемы. Одно искушение – это быть настолько жесткими, привлекая внимание к своей духовности, а другое искушение – стать настолько интровертами, замкнутыми, настолько, как вот уже в паранойе, что мы прячем свою самоправедность за маской такой ложной смиренности. И то, что напоказ, и то, что мы скрываем, это и то неправильно, потому что это лицемерие, значит, мы прячемся за чем-то. Я надеюсь, что вам понравилось это учение о Царстве Божьем сегодня. Я надеюсь, что вы пережили силу Божьего Царства в своей жизни. В конце концов, Царство Божье – это единственное Царство, которое действительно достоинно того, чтобы его распространять, во-первых, в своей жизни, и далее через свою жизнь людям вокруг тебя. Мы вернемся в следующий раз, и мы продолжим наше учение о Царстве Божьем. Редактор субтитров А.Семкин